Добрый вечер Уже всем, дорогие друзья, знакомые, гости, наши любимые клиенты, коллеги Всем добрый вечер Конечно, мы провели экскурсию, где большинство из вас побывало на нашем объекте Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели То, как идет интенсивными темпами строительство удивительного жилого комплекса «Невский» С таким очень романтическим названием Что я могу сказать? Конечно, концепция Невского в основе этой концепции лежит исторический функционализм И он прям пронизан насквозь всего проекта Конечно, само место очень вдохновляющее, потому что оно окружено Головинским каналом И Химкинским водохранилищем И нам хотелось этим комплексом сказать, что мы хотим связать две столицы Петербург и Москву, именно поэтому такое название «Невский» И дело в том, что это понятно, идеология — это некая легенда, которую мы закладываем в основу нашего проекта И именно поэтому у нас появился замечательный партнер Эван Маршал И мы хотели вместе с ним внедрить морскую тематику в наш проект Конечно, о проекте поподробнее расскажет мой коллега Денис Владимирович Копралов Я скажу всего лишь буквально еще несколько цифр по этому проекту Если думаю, что это будет очень важно Комплекс представляет из себя группу жилых домов И небольшой нежилой объем, который уже построен Это торговая галерея, тоже с таким названием, похожим названием «Невский причал» Она уже сейчас работает и оказывает услуги всему району Общая площадь комплекса будет составлять порядка 130 тысяч квадратных метров Чуть меньше 100 тысяч квадратных метров, а если точнее 84 тысячи метров — это будет жилье Сейчас строится первая очередь Мы в октябре уже будем сдавать первые наши дома Дома кирпичные с красивым фасадом Главный архитектор Дмитриев Александр, который является ведущим архитектором у Дениса Владимировича Копралова В проектно-технологическом институте И, конечно, очень много новшеств применено в этом проекте Начиная, вот как мы говорили Как я уже говорила, исторический функционализм Он пронизан, начиная от орнаментального искусства Которого мы видим на ландшафте Который применили мы в рамках мощения Также много всего инновационного применено на фасаде здания Начиная от красивого импортного кирпича, который украшает здание И, заканчивая, первый раз мы применяем в таком активном смысле слова Фибробетоны на фасаде высотой 5 метров Который тоже будет украшать наш фасад И я думаю, что мы с вами увидимся еще через какое-то время Пригласим, когда уже будет завершена первая очередь И вы сможете реально насладиться реальными интерьерами И той романтикой, которую нам представит сегодня Эван Маршал И вообще красотой этого проекта Поэтому всех вас заранее на будущее приглашаю Сейчас я, наверное, передам Денису слово Скажешь несколько Добрый вечер, очень приятно, что так много гостей собралось сегодня Честно, мы не ожидали, что наше событие вызовет такой интерес Да, и такое количество присутствующих Ну, может быть, что-то повторюсь Я какие-то вещи рассказывал уже рядом с корпусом Для многих здесь вижу, кто пришел Была задача Как сделать интерьер яхты в жилом доме Кто-то из журналистов, да, задал вопрос Не было ли это сложным Да, это было очень сложно Ну, первое, это был выбор архитектора Мы очень много пересмотрели архитекторов Эван Маршал, один из ведущих проектировщиков интерьеров яхт Он больше 90 яхт спроектировал Больше 60 уже построено им Я говорю, если честно, я думал, что человек за жизнь успевает Ну, там, 2-3 яхты спроектировать А он такое большое количество Очень интересный человек Вы сейчас зададите ему вопросы Очень интересный собеседник И вот как, да, как интерьер яхты, помещение, которое, там, отвечает таким-то функциям С такими-то материалами Как его привнести в жилой дом Ну, вот мы осенью начали работу над этим проектом И сейчас уже приступаем к его реализации Конечно, с удовольствием вас приглашаем через несколько месяцев Когда уже будут готовы входные группы Когда будут готовы этажи Когда будут готовы лифты Вы можете подняться Можете увидеть виды из нашего квартала Из нашего дома Вот, что касается работы над проектом Ну, наверное, Иван Маршал расскажет лучше Да, вот как с его точки зрения Сколько он всего пережил с нами Да, когда мы его учили российским нормам Когда говорили, что это делать нельзя Да, он не понимал, почему это делать нельзя Что такое пожарные нормы Это хорошо, еще про инсоляцию с ним не начали говорить Вот Он молодец Он безумный молодец Он моментально менял решение Да, он не отставил Там говорил, что хорошо, окей, ребят Вот все, что давайте поменяем Да, и он очень много дал вариантов Трудоголик и в любой момент времени отвечал нам моментально И вот только благодаря такой вот сплоченной команде Которая у нас получилась Вот нам удается реализовать этот проект Спасибо всем еще раз Дамы и господа Наступает время услышать дизайнера проекта Жилого комплекса Невский Эвана Маршала Большое спасибо Первый раз я здесь был в 96-м году И я вижу, что очень много изменилось И я рад тому, что мне предоставилась возможность снова быть здесь Сразу извиняюсь, что я не могу говорить по-русски Поэтому за меня будет переводить Антон, верный мой переводчик Это второй раз, когда я посещаю Москву Но на этот раз я работаю над проектом жилого дома И для меня большая честь То, что мне предоставилась возможность Поработать над этим проектом То есть по большей части я занимаюсь дизайном именно яхт И сегодня в презентации я вам покажу примеры Но я будучи дизайнером, я люблю все разновидности дизайна И мы также рады поработать над проектом жилого дома Сначала я расскажу немного о себе Потом покажу примеры яхт, которые моя компания разработала А затем я расскажу о том, какое влияние оказал дизайн яхт На дизайн жилого помещения И когда я плавал на лодке по Москве Я почувствовал настоящую связь с этим городом Потому что Москва это действительно потрясающий город Вот вы видите первую картинку Это я в шестилетнем возрасте на лодке моего отца Рядом с Матхэттеном И когда я был маленьким мальчиком Мы с моим отцом часто плавали на яхте Я помню все как вчера Как мой отец поднимал меня на руки И усаживал на яхту, чтобы сделать эту фотографию И как многие дети Во время того, как мы плавали на яхте У меня часто была доска для рисования под рукой Это один из моих рисунков Которые я сделал в шестилетнем возрасте И отец часто говорил мне во время плавания Вот займись чем-нибудь Вот, например, порисуй что-нибудь И я рисовал Сейчас этот рисунок у меня висит дома Я его заключил в рамку Потому что он напоминает мне о том Что страсть дизайна у меня появилась С самого раннего возраста И это страсть Я чувствую для любого дизайна И я, надеюсь, мы привыкли И эту страсть я сохранил и сейчас И я надеюсь, что мне удалось передать Кусочек этой страсти Воплотить его в нашем совместном проекте И я хочу сказать, что я до сих пор обожаю море И участвую в гонках на яхте До сих пор Сейчас я покажу вам некоторые примеры моих работ Потому что в нашем совместном проекте Мы думали о том, какие черты яхт Привнести в жилые помещения Самое главное здесь Это создать чувство Таких роскошных материалов Так, чтобы человек зашел и сказал Вау Я выбрал пять проектов Они совершенно разные И на примере этих проектов Я хочу показать, насколько разными бывают вкусы Это совсем недавний проект Который был построен в Италии Называется Даймондса Форева Бриллианты навсегда Относительно этого проекта Мы разработали как экстерьер, так и интерьеры С этим клиентом я работаю уже почти 18 лет И именно этот клиент Он был одним из первых моих клиентов И я ему за это очень благодарен Лодка была хорошо воспринята Получила несколько наград Попала на обложки журналов И жена клиента любила роскошь И как вы можете видеть Это один из самых наших роскошных проектов Это главное фойе Вы входите в лодку именно через него И вы видите зеркальный потолок И мраморный пол Вы видите, что потолок расширяет пространство вертикально И такого же эффекта мы хотели добиться В нашем совместном проекте с Кростом Тот же самое помещение Вид с другой стороны Сейчас я покажу несколько картинок Просто чтобы вы почувствовали атмосферу интерьера Этот стол мы делали на заказ И в случае с проектом Макарова Мы тоже делали мебель на заказ Уникальную Такую больше нигде не найдешь И не купишь И для проекта Макарова мы также разрабатывали мебель Уникальную Больше такого нигде не найдешь Это гостиная яхты И, как вы видите, потолок Но о нем я поговорю позже Потому что нечто подобное мы хотели воплотить и в нашем проекте Это просто несколько картинок Чтобы вы почувствовали роскошь И увидели качество материалов И мы часто так делаем, когда проектируем яхты Используем такие материалы Как вы видите, очень много мрамора И для интерьеров нашего проекта Мы тоже используем большое количество мрамора Также я хотел показать вам эволюцию яхтенного дизайна И вы видите то, что это скорее похоже на пятизвездочный отель На помещение роскошного отеля Например, на этой яхте есть массажный салон Есть салон красоты И даже есть тренировочный зал Это тоже один из недавних проектов Яхта называется Леди Линда Здесь мы также разработали как интерьер, так и экстерьер Клиентами был американец и его жена И это постоянно мои клиенты И это, наверное, уже третий проект Который я для них делаю Не такая роскошная, как предыдущая Но, тем не менее, красивая, элегантная Тоже есть мрамор и красивое дерево Можно видеть также в фойе Вы видите мрамор Мы очень часто используем дерево в наших проектах И для проекта Макарова я тоже старался использовать Как можно больше деревянных элементов Несмотря на строгие нормы противопожарной безопасности Нам удалось создать то впечатление, которое создает дерево Впечатление роскоши Как я уже говорил У разных клиентов разные вкусы Кто-то предпочитает более современный дизайн А некоторые любят традиционные классические интерьеры Конкретно этот проект мы завершили месяц назад Тоже для пары, людей, для мужа и жены И они как раз склонялись более традиционному варианту Эта пара очень любит рок-н-ролл И я покажу вам картинки экстерьера Здесь мы использовали тиковое дерево Потому что это один из самых популярных материалов для палубы Но теперь, когда мы смотрим на интерьер Мы понимаем, что они хотели все-таки более современный интерьер Если вы посмотрите на картины на стенах Вы увидите Роллинг Стоунс, Лед Зеппалин Потому что эта пара очень любит рок-н-ролл На стенах также можно увидеть картины Кита Ричардса и Мика Джаггера И клиент также купил одну из гитар Ричардса Для того, чтобы создать ощущение яхты Мы использовали множество предметов на морской тематике Например, вы можете видеть здесь старый двигатель Деталь двигателя И мы решили сделать его таким арт-объектом И позже вы увидите, как мы достигли того же эффекта в нашем проекте Макарова Главный приоритет – это качество материалов и интересный дизайн Это тоже наш недавний проект, но здесь стиль интерьеров более классический Здесь у нас традиционная мебель и такая традиционная работа по дереву Что касается проекта Макарова, я считаю, что не стоит придерживаться какого-то одного стиля Я старался подчеркнуть вдохновение из многих стилей И потом вы увидите, что в нашем проекте смесь, сочетание различных стилей И я, как дизайнер, ничего не имею против этого Конечно, самое главное – найти правильный баланс, чтобы создать правильное ощущение Эту лодку мы спроектировали для того же клиента, который владеет Diamonds Not Forever И недавно он захотел, чтобы его лодка была самой быстрой в мире И эта лодка недавно побила рекорд скорости на воде Но жена клиента Джанет была очень расстроена, потому что лодка должна была быть максимально легкой И поэтому интерьера там особого и не было И что касается этого проекта, мы нашли способ сделать красивый интерьер, но так, чтобы все его элементы были очень легкими Если бы вы попытались поднять что-то на этой лодке, вы были бы удивлены, насколько все легкое, прямо как монтажная пена Но мы сумели добиться того, что все элементы были ультралегкими Но, я думаю, после этой лодки он решил, что все-таки следующая лодка будет помедленнее Следующие несколько лодок выполнены в различном стиле, просто чтобы вы сравнили их Мы всегда стремимся к высокому качеству материалов Мы также стремимся к интересному освещению и к тому, чтобы мебель можно было перемещать, как, например, кофейный столик Мы используем мрамор и красивый камень Это последняя лодка, которую я вам покажу, она еще не была построена Клиент, который заказал проект этой лодки, придерживается традиционных взглядов на интерьер и на экстерьер И эта лодка тоже послужила источником вдохновения для проекта Макарова Я показывал эти примеры для того, чтобы вы поняли, что я черпал вдохновение из разных проектов для работы над Макарова Сейчас я поговорю о наших наземных проектах, потому что мы занимаемся не только яхтами Это обычно мы, когда проектируем яхту для клиента, он нас спрашивает, Иван, а ты проектируешь дома? Я говорю, да, конечно, проектирую Для этого клиента мы сделали, мы спроектировали офис в Зальцбурге и также дом, который я покажу чуть-чуть позднее Вот офис этого клиента в Зальцбурге, мы также проектировали ему дома и яхты Сейчас я покажу интерьеры и, пожалуйста, не будьте шокированы, но он очень любит скульптуру обнаженных тел Это подземный плавательный бассейн, мы также его проектировали Как я и говорил, вот эти скульптуры Это все скульптуры его жены, и он хотел, чтобы все видели, что это его жена Так же, как и в случае с яхтой, он хотел, чтобы мы использовали красивые материалы И уникальные проектировочные решения И мы сумели передать эту атмосферу для нашего проекта, и позже я расскажу об этом чуть-чуть более подробно Сейчас я покажу то, с чего мы начинали, и всегда забавно смотреть то, каким был проект на первой стадии Вот это то, с чего мы начинали, как мы начинали наше общение с Кростом, и как мы начинали работать вместе И я с воодушевлением откликнулся на предложение, и мне очень нравится работать над этим проектом И мы начали проводить различные исследования в тесном сотрудничестве с Кростом И мы начали предлагать различные варианты, чтобы заполнить пространство Главной задачей было то, как передать чувство яхты, как перенести его на интерьеры Здесь мы хотели избежать вот такого карикатурного подхода к дизайну Мы хотели быть серьезными дизайнерами и избежать китча Мы хотели, чтобы у людей создавалось ощущение, что этот интерьер — это современная интерпретация дизайна яхты Всего у нас было 20 вариантов И спустя всего лишь 15 предложений мы поняли, да, наконец-то у нас есть решение А нам сказали, нет, 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 еще нет И мы все продолжали пытаться, стараться Ну, я люблю сложные задачи, и мне нравится компания, которая говорит, нет, нет, давайте все сделаем правильно Мы опять-таки проводили исследования, и я показываю эти картинки, чтобы дать вам понять, откуда я черпал вдохновение Это первый рендеринг нашего решения Мы хотели, чтобы полы наши были элегантными, поэтому мы использовали мрамор Мы хотели, чтобы у человека, который заходит в это здание, создавалось ощущение, что он заходит в чей-то дом Например, если ты ждешь друга или гостя, у тебя есть удобное место для того, чтобы посидеть Это опять-таки фотографии предыдущих интерьеров, откуда я черпал вдохновение для нашего проекта Когда вы входите, вот что вы видите, у вас есть ресепшн по правую руку Есть сидячая зона и есть такой проход до лифтов Здесь обратите внимание на мотор и на зеркальный потолок, то, о чем я уже рассказывал И здесь мы тоже использовали предметы на морскую тематику, и мы разместили их прямо над почтовыми ящиками Для потолка мы использовали классическую навигационную карту, которая подсвечивается сзади На дверях лифта мы предложили сделать принты навигационных различных элементов И освещение, которое мы использовали в предыдущих проектах, мы также использовали и в этом проекте И это освещение мы производим сами Это вестибюль типового этажа Как здесь, так и на первом этаже мы используем дерево на стенах Это коридор типового этажа, как вы видите, красивые обои, мраморный пол и опять-таки дерево на стенах Сейчас я бы хотел показать небольшой фильм, это такая прогулка по интерьерам Если мы готовы, можем начинать Музыка 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 И в заключение хочу сказать, что мне очень понравилось работать с командой Кроста. Мы нашли несколько потрясающих решений, и я счастлив был с ней поработать, и надеюсь, что она тоже была счастлива поработать со мной. И мне это очень нравится. Это видео, потому что я уже готов сам пойти и поселиться в этом доме. И на этой ноте я закончу. Спасибо. Уважаемые коллеги, в данный момент у вас есть возможность задать вопросы создателям проекта жилого комплекса «Невский». Милости просим сообщать, пожалуйста, о своем желании при поднимании в руки. Так будет удобнее. Добрый вечер. Меня зовут Кочетова Екатерина. Я представляю газету «Известия». Я хотела спросить по поводу спроса на квартиры. Когда начались продажи, сколько квартир уже продано, сколько планируется продать до конца года, когда дом будет полностью готов? Два дома, я имею в виду. Прям бизнес-план, доклад. Но на самом деле мы продаем всего ничего. Можно сказать, что в августе прошлого года, по-моему, мы издалили первый бетон. Если я не ошибаюсь, и буквально через пару месяцев мы начали продажи. Конечно, спрос высокий на этот проект. Это вызвано первой причиной. Конечно же, это высокая степень доверия рынка к качеству наших проектов. И то, что мы демонстрируем, действительно, это совершенно новая идея, роскошь яхтенного дизайна в проекте интерьеров, мест общего пользования. Это, безусловно, абсолютная функциональность территории. Это все воздействует на тот запрос людей сегодняшних, которые готовы приобретать жилье. Реализовано достаточно много в первой очереди, потому что в первую очередь это всего лишь два корпуса. Это чуть больше 20 тысяч квадратных метров, если точно, по-моему, 22 тысячи квадратных метров жилья. И чуть больше половины уже реализовано. Мы всегда стараемся в реализации проекта двигаться по правилу, что парный график строительства соответствует парному графику продаж. Мы не сторонники того, чтобы у нас было продано на этапе низкой степени готовности объекта. Это принципиальная идеологическая и экономическая политика нашей компании. Поэтому к моменту ввода в эксплуатацию, я думаю, что практически он будет на 90% реализован. И это правильно. Я считаю, что, собственно, в каждой компании есть своя политика реализации, но в данном случае мы придержимся вот такого подхода. — Добрый вечер, московский комсомолец. Мне хотелось бы отметить, конечно, что ваши проекты все уникальны, красивы, неповторимы. Мне хотелось бы узнать идеологически, как этот вопрос решается. Потому что у вас арт-проекты, теперь это Невский какой-то шикарный совершенно. То есть, конечно, рынком, я думаю, что это воспринимается как вау какое-то. Мне хотелось бы узнать идеологически. Ну, понятно, что вы там не проснулись и не сказали, ой, ну, знаете, наверное, это будет супер яхтенный дизайн и мега супер классно. Вот как это происходит у вас в компании? Мне это всегда интересно, потому что вы так многопланово и неординарно к своим проектам подходите, что к потребителю, ну, вот я хотела какие-то моменты такие от вас узнать. Ну, спасибо за теплые слова. Во-первых, это, конечно же, владелец компании, генеральный директор Добашин Алексей Алексеевич, который участвует, начиная с создания проекта, переживает, думает об этом. Ну и работа большого количества профессионалов. Вот Эван упомянул, что когда он на 15-м варианте думал, что мы уже все, вот, остановимся, мы еще пять вариантов после этого с ним проработали. Это работа с большим количеством иностранных архитекторов. Мы практически на каждый свой проект проводим международный тендер. Мы ищем, мы ездим, мы смотрим, мы выискиваем какие-то совершенно новые имена. Вот Эвана Маршалла, да, кто его знал, это в России проект арт Андреа Диссамоне, Данте Бенини, да. Это яркие личности, но их не знали в России, мы смогли их найти. И вот собрать команду, например, на арте нам удалось собрать команду из пяти итальянских архитекторов, одного голландского и норвежского, да, что практически невозможно, когда итальянцы нам сказали, говорит, вот, один итальянец с юга, другой с севера, и двое с центра, говорит, мы в Италии не встречаемся друг с другом, мы смогли это сделать. Это не так легко. Здравствуйте, меня зовут Сергей, мы с супругой являемся вашими клиентами, вот, и мы видели сейчас на слайдах обилие дерева, вот, и, как вы уже говорили о том, что это обилие дерева, пожар небезопасно. Так как все-таки это решение было, что-то какое решение было найдено? Будут материалы, похожие на дерево, могу сказать, что, ну, конечно же, ни одна пожарная наша не пропустит, да, это будут МДФ-панели, это будет плитка под дерево, это будут пластики под дерево негорючие, да, вот мы весь рынок переработали, мы теперь знаем, наверное, про материалы под дерево больше, наверное, самих производителей. Ясно, спасибо. Но вы их не отличите. Ирина Измайлова, аналитический банковский журнал. У меня вопрос первоначально к господину маршалу. Я бы хотела спросить, как вы оцениваете Россию с точки зрения вашего потенциального рынка для заказов яхт? Есть ли уже такие клиенты из России, либо вы ожидаете? И если да, то хотелось бы… Можно продолжать, да? Если да, то хотелось бы дальнейший вопрос уже представителям концерна «Крост» задать. Планируете ли вы продвигать свои, так сказать, жилые комплексы, продукты строительные среди любителей яхтинга в России, среди которых немало представителей финансовой элиты? Я не пойму, я услышу, я услышу. Ну, как я уже говорил, я впервые приехал в 1996 году для разработки проекта для российского клиента. Это был мой причин, чтобы приехать на первый раз. Впервые я посетил Россию в 1996 году, и причина моего визита была то, что я разрабатывал проект для одного из российских клиентов. Я хочу сказать, что у российских клиентов большой потенциал, потому что сейчас у них, у российских клиентов очень большие яхты, то есть такие есть только в арабских странах и в России. Ну, я думаю, что Эван Маршалл только что ответил на вторую часть вашего вопроса, потому что богатых людей, которые увлечены яхтами в России, как оказывается, их немало. И, конечно, если мы попали в точку, и они видят принадлежность себя, так скажем, нашему бренду и тому, что мы несем, то добро пожаловать к нам в наш проект. Я думаю, что самое главное, чтобы успешный человек был внутри себя, а уже все внешние атрибуты — это уже личное дело каждого. Здравствуйте, Пугач Екатерина, портал «Квартира в Москве.ру». Интересует отделка непосредственно жилых квартир. То есть будут ли предложены покупателям дизайны какие-то, и будут они как-то связаны с общей концепцией морской тематики? Ну, мы, наверное, с Денисом вдвоем ответим. Я, наверное, какую-то часть ответа возьму на себя. Дело в том, что мы очень осторожно подходим к этой теме, и мы уже даже с вами, по-моему, беседовали первоначально на эту тему. По крайней мере, в этом проекте на начальной стадии мы этого не планируем. Мы очень сильно прислушиваемся к рынку и к рыночным запросам. Если в этом будет необходимость, мы будем это делать. Но, во всяком случае, на комплексах у нас существуют показательные квартиры, и мы, безусловно, идем в сторону того, чтобы подсказывать людям наиболее оптимальные решения в дизайне, в функционале и во всех возможностях, которые могут быть не просто в площади, но и в кубатуре квартиры. На этом комплексе, именно на первом доме, будет на одном из этажей, на высоком, на 21-м, один этаж будет полностью готовой квартиры, чтобы клиент, приходя, мог видеть все возможности маленьких квартир. Ну, маленьких, больших, разных квартир. К сожалению или к счастью, человек, покупая первую квартиру, практически, да, хочет быть сам себе дизайнером. Покупая вторую, третью, да, они уже хотят брать квартиру с готовым ремонтом. Я думаю, там, через несколько, может быть, десятков лет мы придем к... Вот Эван вчера ходил, говорит, в Лондоне такого не бывает, потому что мы продаем квартиру. Это покрашенные стены, это смонтированная кухня, это уже у тебя готовый пол. И во всем доме одинаковый дизайн. Ну, мы понимаем, что сегодня-то нашего клиента это неприемлемо, каждый хочет себе что-то особенное, совершая при этом такое-то количество ошибок. Вот, поэтому здесь мы работаем с ведущим дизайнерским бюро, с несколькими. Поэтому каждую квартиру будет делать разные дизайнеры. Ну, вот, когда мы сделаем, придете, поставите нам оценку, получилось или нет. Коллеги, наверняка есть гораздо больше вопросов, чем вы задаете, поэтому не отказывайте себе в удовольствии узнать всю правду, тем более такая уникальная возможность не каждый день предоставляется. У меня еще один вопрос, московский комсомолец Ксения Хибара. Значит, я вот смотрю на эти все проекты, знаю, что вы проводите в своих, вот, в арте очень много мероприятий, которые вы проводите для своих жителей. Теперь вопрос, у меня такой немножко с подковыкой, значит, обслуживание. Вот, насколько среднестатистические, вот, обслуживание ваших уникальных многих комплексов, да, потому что они все-таки действительно выдержаны, за ними надо ухаживать определенным образом, соблюдать этот дизайн, это не может быть просто там покраска стен, да, определенная. И вот все-таки тот сервис, который вы предоставляете жителям, насколько он обременителен для жителей, как вы держите этот уровень, какой-то среднестатистический, как вы его для себя отсматриваете? Потому что это все-таки тоже, наверное, важно. Вы знаете, его так часто задают этот вопрос, наверное, просто в комплексах так много услуг, и, конечно, он сам собой, наверное, у каждого всплывает. Но на самом деле все предельно понятно просто. Ну, начнем с того, что техническое обслуживание в домах – это утвержденный тариф, и от него никуда не деться. И, конечно же, есть такое понятие, как допуслуга, куда входит в том числе и охрана, и какой-то дополнительный сервис, который хотят жители. На совместном собрании жителей, конечно, уже принимается это решение. Но совокупная ставка, средняя, вот так вот, среднестатистическая ставка, она варьируется вместе с охраной до 80 рублей за квадратный метр. Это вполне приемлемо. Но самый наш, так скажем, самый хитовый проект «Арт», на котором большинство, наверное, здесь сидящих было, где на каждый квадратный метр такое количество услуг, где мы называем этот проект «Формулой-1», и не устаем называть. Да, и, тем не менее, там мы вписываемся в эти цифры. То есть на самом деле, на самом деле это возможно. Конечно же, знаете, есть еще другой эффект в теме, например, обслуживания. Это эффект самосознания жителей, потому что жители начинают беречь, сохранять и улучшать даже то, что мы им передаем. И вот такая система, она становится самонастраивающейся системой, когда мы создаем для жителей, а потом жители адаптируют это все под себя. Очень интересные процессы, и как эволюционирует вообще этот эффект во время проживания уже жителей. И люди очень сильно берегут это. И это очень важно, знаете, очень важно для поколения подрастающего, потому что там совершенно другие дети растут. Совершенно другое, понимаете, сознание. В таких домах, где еще они насыщены таким количеством услуг, которые предоставляются и, безусловно, это обслуживается, другие семьи становятся. Количество времени, которое люди проводят вместе, оно увеличивается. И, конечно же, это все поддерживается уже жителями. Поэтому здесь не только сама по себе стоимость квадратного метра, циничная формула или просто формула цены, которая образуется. Это еще и самосознание, и совершенно другое по-настоящему понимание качества жизни. Вот это очень важно. Это очень важно, и мы наблюдаем за этим процессом сами. Мы постоянно занимаемся исследованиями, постоянно с нами работают и психологи, и социологи. Мы периодически просим их срез делать. И, конечно же, вот эти все мероприятия, которые мы проводим для жителей, где-то в среднем четыре раза в год обязательно, это очень сплачивает жителей. И сейчас вот к Дню Победы, я так немножко даже анонсирую, мы первый раз будем проводить такое мероприятие к Дню Победы. Мы привозим спектакль Центра драматургии, да, молодой такой, так скажем, театр. И привозим спектакль для жителей каждого комплекса. Будет полевая кухня, будет бессмертный полк с ветеранами, с привлечением администрации. Посмотрим, мы это все делаем для жителей. Да, это финансируется с наших источников, но это не такие большие деньги для того, чтобы тратить на это, потому что это самая лучшая реклама о комплексе, о качестве жизни, о том, что является для нас по-настоящему ценностью. И, собственно, во имя чего мы каждый раз на новом проекте, как вы говорите, создаем какие-то новые направления, новые тренды и новые идеи, которые в том числе, слава богу, подхватывают рынок. И чем больше это будет реализовано с другими нашими, такими же коллегами, это будет хорошо, от этого выиграют все. Абсолютно. Ну что ж, коллеги, если это все, то у вас еще будет возможность задать вопрос создателям проекта, нового уникального проекта концерна «Крост» жилого комплекса «Невский». Вы знаете, много говорили сегодня о тех жителях, которым предстоит жить в этом проекте, и у нас есть возможность познакомиться с людьми, которые уже купили квартиру в жилом комплексе, «Невский». Поэтому давайте поприветствуем семью Майоровых, Сергея и Мария Майоровы. Господа, где же вы? Очень хочется узнать ваши ощущения. Вот вы посмотрели дизайн, целый фильм, и презентация особая была. Какие ощущения у вас после увиденного, и что вы чувствуете в преддверии вашего въезда и новоселья? Ну, прежде всего, мы, наверное, хотели бы рассказать краткую историю, как мы выбрали жилой комплекс «Невский». Мы очень долго искали. Для нас было несколько важных факторов. Первый из них – это было расположение. Мы искали квартиру на севере, ближе к водному стадиону, речному вокзалу. Второе – это мы хотели именно новостройку. Мы не хотели там вторичное жилье. Мы хотели быть сами архитекторами, сами строителями своего жилья. Третье для нас было крайне важное, и мы с этим столкнулись при своем выборе – это надежность. Надежность застройщика. Честно признаемся, что мы обратили внимание на компанию «Крост» после того, как наши друзья, счастливые обладатели другого проекта компании «Крост», приобрели там квартиру, нам рассказали про все плюсы, про все, так скажем, нюансы. Нам все это очень понравилось, и поэтому мы действительно захотели обратиться именно к «Кросту». А «Невский» – это как раз тот проект, который находится сейчас в нашем районе, так скажем. С бытовой точки зрения, я там, как мужчина, для меня важно, чтобы рядом было метро, чтобы был двор без машин, детские площадки, то есть красивый интерьер, входная группа. Ну, мне очень понравился вообще подход компании «Крост» в строительстве своего жилья, то, что есть именно такие приятные, красивые входные группы, где можно людей не заставлять себя ждать, а дарить им, не знаю, удовольствие, ожидание, так скажем. Ну, не знаю, наверное, я все сказал, пусть моя супруга меня дополнит. Дополнить мне особо, как бы, нечем. Сергей был очень полным в своем изложении. Но я бы хотела сказать, что для нас еще было важно, вот знаете, тот подход, который сейчас вот в этом проекте реализуется, вот действительно вот этот дизайн, вот эта вот какая-то такая надежность, вот эта красота, да, которая воплощается. Это не просто новостройка, как выразился Сергей, это еще действительно архитектурно очень интересный проект. И мы очень рады, что нам удалось как бы войти, наверное, вот в этот клуб, быть частью этого проекта. Так что спасибо за внимание. Спасибо вам большое. И мне кажется, спасибо вам большое за правильный выбор. Правда же? Ну что, коллеги, у вас еще будет возможность, если уж не успели задать вопрос, пообщаться с создателями проекта. Они где-то здесь будут, на территории нашего праздника. Давайте поблагодарим наших уважаемых гостей и наших спикеров. Спасибо вам большое за эту возможность пообщаться с вами и услышать все, что мы здесь услышали. Нас ожидает достаточно продолжительная программа впереди. Также катание на яхте. Ну, как вы сами понимаете, раз уж мы говорим о жилом комплексе «Невский», который представляет яхтенный дизайн, то без этого катания не обойтись. И еще одна очень важная информация для всех тех, кто пришел сюда с телефонами. А наверняка таковых здесь энное количество есть. Официальный автомобильный партнер сегодняшнего мероприятия «Авилон Ягуарл Энд Ровер» предлагает вам сделать селфи с хэштегами «Авилон» и, конечно же, хэштегом «Жилой комплекс Невский» и получите подарок. Вот сегодня плюс катание на яхте у вас будет еще такая уникальная возможность. Продолжение следует. Здесь много интересного. Вечер только начинается. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...